Доктор Айболитти Очень интересная история. Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. И была у него злая сестра, которую звали Варвара. Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы. В шкафу у него жила белка. В буфете жила варона. На диване жил колючий еж. В сундуке жили белые мыши. Но из всех своих зверей доктор Айболит любил больше всего утку-кику, собаку-авву, маленькую свинку-хрю-хрю, попугая-корода и сову-бумбу. Очень сердилась на доктора его злая сестра Варвара за то, что у него в комнате столько зверей. Прогони их сию же минуту, кричала она. Они только комнаты пачкают. Не желаю жить с этими скверными тварями. Нет, Варвара, они не скверные, говорил доктор. Я очень рад, что они живут у меня. Со всех сторон к доктору приходили лечиться больные пастухи, больные рыбаки, дровосеки, крестьяне. И каждому давал он лекарства, и каждый сразу становился здоров. Если какой-нибудь деревенский мальчишка ушибёт себе руку или поцарапает нос, он сейчас же бежит к Айболиту. И смотришь, через десять минут он, как ни в чём не бывало, здоровый, весёлый, играет в пятнашки с попугаем коруда, а сова-бумба угощает его леденцами и яблоками. Однажды к доктору пришла очень печальная лошадь. Она тихо сказала ему «Лома воной, фи-фи, ку-ку». Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит «У меня болят глаза, дайте мне, пожалуйста, очки». Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади «Капуки-кануки». По-звериному это значит «Садитесь, пожалуйста». Лошадь села, доктор надел ей очки, и глаза у неё перестали болеть. «Чака», — сказала лошадь, замахала хвостом и побежала на улицу. «Чака» по-звериному значит «Спасибо». Скоро все звери, у которых были плохие глаза, получили от доктора Айболита очки. Лошади стали ходить в очках, корова в очках, кошки и собаки в очках. Даже старые вороны не вылетали из гнезда без очков. С каждым днём к доктору приходило всё больше зверей и птиц. Приходили черепахи, лисицы и козы. Прилетали журавли и орлы. Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого, потому что какие же деньги у черепах и орлов. Скоро в лесу на деревьях были расклеены такие объявления. «Открыта больница для птиц и зверей. Идите лечиться туда поскорей». Расклеивали эти объявления Ваня и Таня, соседские дети, которых доктор вылечил когда-то от скарлатины и кори. Они очень любили доктора и охотно помогали ему. Однажды вечером, когда все звери спали, к доктору кто-то постучался. «Кто там?» – спросил доктор. «Это я», – ответил тихий голос. Доктор открыл дверь, и в комнату вошла обезьяна, очень худая и грязная. Доктор посадил её на диван и спросил, «Что у тебя болит?» «Шея», – сказала она и заплакала. Тут только доктор увидел, что на шее у неё верёвка. «Я убежала от злого шарманщика», – сказала обезьяна и снова заплакала. «Шарманщик бил меня, мучил и всюду таскал за собой на верёвке». Доктор взял ножницы, перерезал верёвку и смазал шею обезьяны такой удивительной мазью, что шея тотчас же перестала болеть. Потом он выкупал обезьяну в корыте, дал ей поесть и сказал, «Живи у меня, обезьяна, я не хочу, чтобы тебя обижали». Обезьяна была очень рада, но когда она сидела за столом и грызла большие орехи, которым угостил её доктор, в комнату вбежал злой шарманщик. «Отдай! Отдай мне обезьяну!» – крикнул он. «Это моя обезьяна!» «Не отдам!» – сказал доктор. «Ни за что не отдам! Я не хочу, чтобы ты мучил её!» Сбешённый шарманщик хотел схватить доктора Айболита за горло, но доктор спокойно сказал ему, «Убирайся с сию же минуту, а если будешь драться, я кликну собаку Авву, и она искусает тебя». Авва вбежала в комнату и грозно сказала, «Врррррррррррррррррррррррр!» «На зверином языке это значит «Беги, а не то укушу!» Шарманщик испугался и убежал без оглядки. Обезьяна осталась у доктора. Звери скоро полюбили её и назвали Чичи. На зверином языке Чичи значит «молодщина». Чуть только Таня и Ваня увидали ее, они в один голос воскликнули «Ах, какая она милая, какая чудесная!» И тотчас же стали играть с нею, как со своей лучшей подружкой. Они играли в прятки и в мяч, а потом все трое взялись за руки и побежали на берег моря. И там обезьяна научила их веселому обезьянему танцу, который на зверином языке называется ткелла.